Всем добрый день! Меня зовут Аня, и я сегодня хотела бы рассказать вам про статью в HSS. Я назвала ее «Знание пикселей. Как совместить?», потому что она связана с компьютерным зрением и семантикой. Немножко расскажу о себе. Я учусь на четвертом курсе фундаментальной прикладной лингвистики, так же, как и первые спикеры, получается. Я очень люблю распознавание естественного языка в любых формах, будь то с изображений, будь то текст, будь то жесты. В принципе, всем этим очень интересуюсь. И сейчас я работаю над проектом по распознаванию древнетибетских текстов совместно с Институтом вычислительной математики и Институтом монголоведения, бутологии, тибетологии и сибирской отделения наук. Итак, сейчас поговорим немножко про классификацию задачи цифровки. Вообще, в последнее время, как в индустрии, так и в более частных компаниях наблюдается растущий тренд на цифровку документов. Раньше все архивы велись вручную для того, чтобы собирать подписи, для того, чтобы все нормализовывать, чтобы все было легально. А сейчас большая часть документов переходит в цифровой оборот. Поэтому цифровизация набирает все больше и больше обороты. И, соответственно, индустрия сталкивается с вопросом, как работать с большим количеством однотипных документов. И тут нам на помощь приходит Document Intelligence. Что такое Document Intelligence? Это автоматическая цифровка большого количества текстов. Document Intelligence включает в себя оцифровку структурированной информации. То есть это, например, текст. И полуструктурированная это, например, таблица. Вообще, у Document Intelligence есть две подзадачи. Первая задача... условно их можно разделить. Первая задача это Topic Spotting. Эта задача находится с точки зрения пользователя. То есть мы вводим какой-то текст, и мы хотим получить документ, в котором этот текст каким-то образом упоминается. И эту задачу можно классифицировать как Text to Image. И вторая подзадача Document Intelligence это Information Instruction. Extraction. Это получается больше с точки зрения институтов. У нас есть большие базы данных, в которых мы должны все индексировать. И мы хотим, чтобы по документу мы могли понять, какая информация там хранится. И эта задача считается Image to Text. В чем вообще проблема извлечения информации? Особенно со спецификой исторических текстов. Первая проблема это есть поврежденные документы. То есть просто бумажные носители со временем теряют свою сохранность. Бумага как-то темнеет, мнется, неаккуратно хранится. Это приводит к тому, что текст становится более сложно читаемым. Вторая проблема это отсутствие талона. То есть на протяжении времени даже в одной компании, в которой есть стандарт, он может чуть-чуть поменяться. И тогда задача становится немного иной. И третья проблема это появляются трудности при работе с несколькими языками. Такое можно увидеть, например, в юридических фирмах, когда мы работаем с английскими документами, которые позже нужно будет перевести на русский язык. Вообще, все современные бенчмарки больше фокусируются на работе с текстами. Ориентируются на классификацию, на поиск автора, на поиск года, создание документа. Однако мало кто вообще ориентируется на работу с семантикой. И на какие-то, например, на разметку самого документа, то есть на его структуру. И что в таком случае делать? Использовать фитч-эсет. Этот бенчмарк, про который я сейчас расскажу. Вообще, как создавался этот датасет? Источником данных для этого датасета был публичный доступный репозиторий «Политиметр Фиаль де Эстадо». Это мадридская газета, в которой издаются все основные легальные изменения в законодательстве. Он содержит около миллиона документов. Эти законодательные документы датируются аж в 17 веке. И структура датасета такова. Есть, условно говоря, изображение документа. Есть распознанный с помощью коммерческой программы Эбби ОСЕР-текст. И есть людьми созданное краткое описание этого документа. Как вообще происходило создание датасета? Сейчас расскажу более кратко, потом на примере покажу на картинке. Во-первых, для начала выделялись отдельные области интереса. То есть, часть изображения, в которых содержится текст. Это вот эти прямоугольнички. Далее, это делалось с помощью модели маска РРН, которая была натренирована на датасете PrimaLayoutDataset. И потом, в этих размеченных частях документа, бралось ОСЕР-распознавание. Оно кодировалось с помощью SentenceBert. Дальше брался текст из вручную написанной аннотации текста. Тоже кодировалось с помощью SentenceBert. И далее сопоставлялись эти энкодинги с помощью венгерского алгоритма и минимального редакторского расстояния. Итак, итоговый датасет — это набор данных, содержащий 400 тысяч хорошо аннотированных фрагментов. Документы с обучающими, текстовыми и отвлекающими наборами. Отвлекающие наборы — это такие документы, которые вообще никак не относятся к теме и которые нужны для проверки устойчивости системы. Как мы видим, сейчас я немножко объясню этот граф, по оси Х находится распределение по годам. То есть мы видим, что документ, датасет охватывает несколько веков. По оси Y количество документов по годам. И тут можно заметить, что количество документов увеличивается. По историческим периодам, так вот уже сказала, и по средней оценке читаемости. Вообще читаемость очень сильно коррелирует с современностью документа. То есть чем позже был создан документ, чем лучше он читаем. Это можно заметить по оттенку вот этих точечек. Ну и здесь на изображении показаны примеры различных документов с разных годов. Как мы видим, на что авторы очень обращают внимание, то, что у них очень разная разметка. Вот здесь вот, например, тут большой текст, тут куча вот маленьких текстиков, а тут они вообще расположены очень интересно относительно друг к другу. И чтобы проверить, как работает датасет, авторы предложили несколько подходов. Вообще, в чем заключается идея подхода создателя этого датасета? У нас есть запрос на естественном языке, который кодируется текстовым кодировщиком, и у нас есть изображение, которое кодируется визуальным эмбэдингом, и дальше они сопоставляются в общем пространстве эмбэдингов. Первый подход — это visual-based подход. Мы берем, получается, картинку документа. Дальше берем модель visual transformer, который мы до этого притренировали на клип. Как это работает вообще? Он берет изображение, делит его на участки 32 на 32 пикселя, и каждый из этих участков, для каждого из участков, он создает эмбэдинг. И потом, ну и получаем, получается, первые эмбэдинги. Дальше к текстовому запросу, который, как бы, получается аннотация, мы применяем sentencebird, и тоже, как бы, получаем эмбэдинги. И дальше эмбэдинги 1, как здесь, и эмбэдинги 2 сопоставляются в общем пространстве эмбэдингов. И второй подход — это был ocr-based подход. То есть у нас есть уже, получается, коммерчески созданные тексты, были в изначальном датасете. Мы применяем к ним sentencebird. Дальше мы берем вот эту аннотацию текста, применяем к ней sentencebird. И сравниваем расстояние между аннотацией и ocr. У них, между ними, есть редакторское расстояние. И дальше сравниваем расстояние между запросами, между вот этим вот запросом, который, как бы, аннотацией, и отвлекающими текстами. И если расстояние между отвлекающими текстами и запросом меньше, чем расстояние между запросом и аннотацией, это значит, что что-то с моделью не так, что подход не очень работает. И что же мы в итоге получаем? И как можно заметить по метрикам, по accuracy лучше работают OCR и SentenceBird. То есть практически на всех хорошо размеченных и четких документах accuracy достигает 65%, тут 78%, а тут вообще 83%. Однако, если посмотрим на accuracy low, low это конкретно для документов с плохим качеством. Мы можем заметить, что на accuracy low лучше справляется визуальный подход. Из этого можно сделать выводы, что OCR-подход в общем работает лучше, но если документы очень плохого качества, как, например, часто бывает с историческими документами, можно использовать визуальные трансформеры. И что как бы структура документа может давать в целом подсказку для того, что в нем находится. И давайте перейдем к некоторым результатам. Во-первых, кроме вообще создания этого всего бенчмарка, авторы после своего исследования сделали следующие выводы. То есть визуал-бейс-подходы более эффективны, когда текст более чистый, более аккуратный, документики новые. А OCR-бейс-подход лучше на чистых документах. А визуал-бейс-подход эффективнее, когда документы зашумлены. То есть на старых документах, на которые не бенаризировали, или для которых нужно вот прям подход быстро взять, сосканировать и отправить дальше. Второе. Разница во времени создания документов очень влияет на их распознавание. Как мы уже заметили, во-первых, читаемость ассоциируется с современностью. То есть лучше распознаются, естественно, современные документы. Второе. В зависимости от разметки документов нам нужно немножечко менять модель, немножко ее перетренировывать в iTunes и так далее. И последний борт, который был таким более предположительным уже в работе, это то, что OCR-бейс-подход может быть усовершенствован с помощью ULM, которые будут специфичны для языка документов. Я хотела бы очень поблагодарить Дайсток за то, что пригласили меня говорить. И очень советую всех вступать в группу Телеграма, потому что там очень интересно, часто кидают интересные посты. И вообще очень забавное обсуждение часто происходит. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо большое. Вот даже без меня позвали еще раз. Спасибо за такой интересный доклад. Тема исследования для меня, например, совершенно непривычная, необычная. Может быть, это сподвигло вас на работу мысли. И возникли какие-то вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Если там документы больше, чем за 300 лет, правильно я понимаю, там язык-то сам меняется, насколько я понимаю. Слова те же и прочее. То есть древнерусский, русский 300 лет назад, он совсем другим русским. И испанский, наверное, тоже, правильно? Как-нибудь авторы это помечают как-то это вообще? То есть, например, для Сент-Энс-Бердов это должно быть проблемой, по идее. Для OCR-бейс-подхода, на мой взгляд. Авторы, на самом деле, в своем подходе не исследовали то, как это влияет. Они скорее говорили, наоборот, о том, что расширение тренировочных данных в соответствии, ну, по временной оси, наоборот, улучшает работу алгоритмов. Но, на самом деле, более научного подтверждения, чем просто их слова, там в статье не было. Спасибо. Спасибо. Если пока вопросы генерируются... О, у Виктора есть вопрос. Я тогда подожду. Я такой немножко шлычный. Не пробовали, не знаю, автором были ли на тему работы, просто брать какую-то большую мультимодальную модель, туда отправлять скрин и просить распознание. Что это, ну, получается ли какое-то качество? Но я могу сказать из личного опыта, потому что мы пробовали закидывать вот как раз тибетские документы. Авторы вообще ориентируются в основном на исторические тексты. И, например, вот у меня, когда я закидываю свой старый тибетский документ, он его анализирует, но по факту из-за разницы в графике в основном там выдается бред. Поэтому авторы конкретно не пробовали работать... Это свежая статья 2024 года. Авторы конкретно не работают с мультимодальными моделями, потому что вообще исторически... Просто в распознавании исторических документов есть такой подход, что больше уход в частное, то есть без обобщений. А тибетский язык по времени он к какому ближе языку, если можно сказать, современный? Старо-тибетский, он вообще там ближе к монгольскому языку. У него еще начертание, так как есть общая черта над всеми буквами, он частично напоминает этот санскрит. И там у него есть своя специфика, поэтому я не буду сейчас углубиться в детали, но я не буду, потому что это очень частная вещь. В порядке идеи можно же взять какую-то большую модель, которая обычно на схожих языках, смотреть, потому что будет ли какой-то выигрыш от этого, по эклане ее устроиться. Да-да-да. На самом деле пробовали брать модели для других языков, проблема в том, что при распознавании исторических документов очень важна точность. То есть если там условно для современных документов устойчивость очень большая, то есть мы можем там распознать слово «лошадь» как «логать», и по контексту будет примерно понятно. А конкретно в исторических документах, из-за того, что грамматика не так сильно описана, из-за того, что достаточно тяжело будет в целом как-то понять мысль автора, очень важна точность. И то есть на моделях для других языков точность достигалась, если правильно помню, около 75%. 75% часто конкретно для института, например, мголоведения, была непринемлема. То есть в исторических документах важно именно сохранение исходной мысли во всех риторкостях. Как-то так вот. Это должно быть просто приложение в цифру, то есть старого начертания, старого письма. Все, понятно, спасибо. Спасибо большое. Да, у меня тоже вообще возникла мысль, откуда берется у авторов это общее пространство имбейдинга. Но, в общем, вопросов много возникает. Спасибо за те, которые задали. О, есть еще. У нас есть? Супер. Это обзор статьи, так что... Вообще, это фетч-эсет есть еще и на дата-сете документов Конгресса США. Ну, это, получается, не моя статья, то есть это, как бы, авторы выбрали, потому что там, получается, есть OCR-разметка, есть дата-сет с ручной аннотацией и с изображениями, которые тоже различны. Вот. Большое спасибо.